Слава Богу, дорогие братья и сестры! Мы попали в такое время, что в нашей стране празднуется праздник Папы. На прошлой неделе был праздник Мамы. И как-то я смотрю, что особенно в эти дни, даже там ребенок с детского садика привели, она такую открыточку там целый день делали, чтобы поздравить. И как-то люди понимают, что родители, они достойны почтения. Но родители достойны почтения не только один раз в году или два, на 8 марта и на день своего рождения. Но Бог когда-то дал заповедь, которая звучит, как «почитай отца и мать». То есть мы должны это делать постоянно. Я бы на эту тему хотел сегодня сказать свое слово. Когда-то Бог дал своему народу 10 заповедей на двух скрижалях. На одной скрижале было 4 заповеди, и они говорили об отношении к Богу. На другой скрижале было 6 заповедей, и они говорили об отношении людей между собой. И первая из этих 6 заповедей, второй скрижале, звучала так. «Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле». И кто-то говорит, что это же закон, это же Ветхий Завет, а мы живем в Новом Завете. И как бы где-то написано, что Иисус исполнил закон, и нам уже не надо. Или в другом месте есть места Писания, которые говорят, что закон упразднен уже и пришел в ненадобность. Но апостол Павел в послании к Ефесянам, это уже Новый Завет, в 6 главе 1-3 стих, он говорит такую мысль, 6 глава с 1 по 3 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». То есть 10 заповедей – это как конституция Царства Божьего. В Израиле формально до сих пор нет конституции, потому что раввины говорят, что самая совершенная конституция – это 10 заповедей, которые дал Бог. И 10 заповедей – это как вот для нас граница. Если ты будешь в этой границе идти, как, допустим, на море или на озере на большом, есть буйки. И буйки показывают безопасную границу. Вот здесь плавай, здесь мы тебя спасем, мы 100% поможем. Только за буйки не заплывай. Или кто? Водители, автомобилисты. Мы знаем, что перед зимой дорожные службы всегда выставляют такие палочки по краям, по обочинам, ограничительные. Они тоненькие, либо черно-белые, либо бело-красные. И когда заметет всю дорогу, и не видно, где обрыв, где обочина, то всегда по этим палочкам мы можем понять, где граница, где можно ехать, а где куда лучше не ехать. И вы знаете, точно так же и вот 10 заповедей – это тот закон, который не утратил своего значения. И вот одна из этих заповедей, она звучит как «Почитай отца и мать». Я бы хотел на основании трех библейских примеров отношения детей к своим родителям просто просветить эти заповеди. И когда я буду говорить там к отцу, к сыну, то вы должны в уме добавлять и к маме тоже, и к сестре. То есть, понимаете, это не только однобокое отношение отцов и своих сыновей, но это отношение и дочерей со своими матерями. И первый пример и пункт, который я себе записал, что легко почитать идеальных родителей. Когда родители идеальны в наших глазах, когда в них нет никаких ошибок и никаких изъянов. А если родители, может быть, не такие идеальны в наших глазах, как нам бы хотелось. И первый пример, который вы все знаете, это Ной. Бытие, 9 глава, 20-25 стихи повествуют такую историю, что Ной после потопа, когда вышли с Ковчега, насадил виноград, собрал урожай, сделал вино, не рассчитал, наверное, своих сил. И он напился и лежал в своем шатре пьяный. То есть тот вчерашний герой, который услышал голос Божий, когда богословы говорят, мудрецы еврейские тоже, что потоп пришел примерно в 16 веке, того, до потопного периода. То есть человечество жило, развивалось, жило долго, все хорошо, но народ очень сильно развратился. И Богу не оставалось ничего, как уничтожить это человечество. И нашелся один праведный, порядочный человек, чтущий Бога, и его звали Ной. И благодаря ему спаслась вся его семья. И можно сказать, это герой. И мы благодарны должны быть ему, то, что благодаря Ною и его праведности, Библия называет его праведником, он сам спасся, и мы продолжили свое существование. И вы знаете, в жизни любых праведников бывают ошибки. И Ной напился. Когда мне говорят, ну, может, он так и не напился, может, просто прилег, но Библия очень четко говорит. Библия – это не житие святых. Библия все четко рассказывает и называет вещи своими именами. И вот сын зашел в палатку и увидел, отец лежит пьяный. А вы знаете, пьяные люди, они не смотрят, как они выглядят, правда? Они ведут себя так, как ведут. И он зашел, и, может, отец не в таком положении лежал. Написано, что он лежал голый, и он вышел. Я уже не буду открывать место Писания, вы знаете его все. И он посмотрел, увидел, вышел и рассказал братьям. Рассказал братьям, а братья по-другому поступили. Они пошли спиной, чтобы не видеть ноготы отца, и накрыли его. И когда Ной проспался и узнал, что случилось, то он пришел в негодование, и написано, он проклял. Но проклял не сына своего, Хама, а проклял внука, Ханаана. Ну, знаете, отцу этому от этого не легче, что его не прокляли, а его потомки будут жить в проклятии. И фактически прокляли его, не прокляли Хама, потому что Бог их благословил, когда вышли. И вы представляете, что отец настолько был возмущен, что я же тебя вырастил, я тебя воспитывал, а ты, я думаю, что он вышел и рассмеялся, наверное, на смех поднял батьку. Идите, посмотрите, какой лежит вон пьяный. Вот дает этот батька. Но те братья его были умнее. И вы знаете, что о проклятии сказано, что как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Притча 26.2. А если оно заслужено, а если ты сделал что-то и поступил действительно не так, как надо, то это проклятие будет работать. И вы знаете, даже если наши родители, может, и не такие идеальные, как нам хотелось, они все равно заслуживают почтения с нашей стороны. Интересно, что когда Бог дал заповедь «почитай отца и мать», обратите внимание, Он не сказал «люби отца и мать», потому что мы знаем, что бывают такие родители, которые, наверное, не заслуживают, чтобы их любили, которые пьют, безответственны, которые детей, мы потом немножко об этом поговорим, не оказывают внимания должного, которых лишают родительских прав. И поэтому Библия очень четко говорит «не люби», а говорит «почитай». И вот посмотрите значение слова «почитай». Почитать отца и мать значит быть уважительны в словах и действиях, а также отдавать должное их положению. Греческое слово «почитать» означает превозносить, ценить, дорожить. И вот смотрите, интересно, почитание заключается в уважении не только за заслуги, но и за статус, вне зависимости от того, заслуживают их родители или нет. Даже если родители не заслуживают уважения за их дела, то они заслуживают почитания хотя бы за статус, потому что он папа и мама. Это как могут начальники быть на наших работах. Мы их можем не любить, можем с ними не соглашаться, не разделять их мнения и жизненные позиции, но мы относимся с уважением к чему? К их статусу. Так и папа и мама. И когда говорят «а за что я буду почитать своего отца и мать? Он в моей жизни ничего хорошего не сделал?» Да за статус, да хотя бы за то, что он подарил жизнь. Моя мама и папа мне подарили жизнь, и твоя мама и папа подарила жизнь тебе. И мне было, вы, наверное, видели такие картины, и я тоже видел, когда, знаете, пьяный отец лежит под магазином, подходит сын, прилично одетый, цивильно одетый, наверное, должность какую-то занимает. Он берет этого отца, извините, бомжеватого, грязного, берет его под ручки и ведет домой. А мог же пройти мимо и сказать, что не знаю его кто это, или посмеяться. Он напился, лежит, поднял и ведет. И вот в этом заключается почтение. И вы знаете, что почитать – это глагол, который требует от нас каких-то конкретных действий. То есть почитай отца таким, какой он есть. И мать тоже. И, конечно, говоря про историю с Ноем, нужно сделать выводы, что, во-первых, не нужно пить вина, потому что ни немножко, ни много, потому что притча 23.31 говорит, не смотри на вино, как оно краснеет впоследствии, и как змея, оно тебя укусит. И также второй урок, который мы можем вывести, что мы не должны никого проклинать, даже если нас обидели сильно, даже если нам сделали очень больно близкие люди, все равно мы, как христиане, наша позиция – благословлять всегда. Римлянам 12.14 говорит, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Мы, знаете, иногда вот люди как бы не проклинают так прямо, я тебя проклинаю, но они вот так вот косвенно как бы, вот ты не знаешь, какая у меня жизнь была тяжкая, вот если бы ты так прожил. У меня такой товарищ был, который всем желал, вот он болел тяжело, и поэтому, если его там не заботились, не сочувствовали ему, не плакали вместе с ним, значит, он всем желал. Вот я желаю, чтобы ты, я желаю, я желаю. Он вроде бы не проклинал, но своими словами желал худого. И я всегда, уходя от него, я просто все разрушал, разрушал. И вы знаете, он умер, умер молодым человеком. И он умер очень тяжело. И все, кто его знал, все, кто с ним общался, то есть проклятие, оно как бумеранг. Вот что он желал кому-то, все вернулось к нему. И Библия говорит, не проклинай, как бы тебе не было больно, благословляй. Не благословляй на зло, да, а благословляйте, я благословляю, чтобы ты поменялся, чтобы ты образумился, но я тебя благословляю, как бы ты не сделал мне больно. И третий урок – это не веди себя по-хамски по отношению к своим родителям. Сын, который повел себя неправильно по отношению к отцу, знаете, как его звали? Хам. И он стал, в общем-то, родоначальником этого слова. Хам, хамство, хамить. И когда люди хамят, они не понимают, что этот поступок написан в Библии. И хамство – это неуважительное отношение к своему отцу, которое ты проявил. Хамство может проявляться по-разному. Насмешка, как сделал этот сын. Может быть, когда нас родители пытаются как-то на место поставить, вразумить, мы можем по-хамски им ответить. Или какое-то неуважительное отношение к жизни, к укладу жизни. Типа вот вы старый, вы ничего в жизни не понимаете. И это тоже хамство, потому что это неуважительное отношение. Я помню, мои родители долго работали, как бы собирали деньги и купили машину «Запорожец», новый, прямо с салона поехали. А мне 10 лет, понимаете. Я сел в эту машину. Это сейчас машины такие, знаете, они просто как космический корабль, комфортные, удобные. Я вот сравниваю машину сейчас и машину «Запорожец». У меня есть с чем сравнить разницу космического корабля и «Запорожца». Ты когда сидишь в «Запорожце», я всегда сидел сзади, тесно, как-то неуютно, и постоянно такой звук тебе в уши. Я так сел, проехал, и я говорю, слушай, говорю, зачем ты купил этого драндулета? Я когда вырасту, я себе такого драндулета не куплю. Я так посмотрел на него, ему так стало больно, наверное. Да, это я уже сейчас понимаю. Он повернулся, посмотрел на меня и сказал, наверное, вы поймете значение этого слова. Он говорит, ты сморкач, говорит, сначала вырасти, потом устройся на работу, заработай денег, а потом купи, и потом будешь меня учить, что мне делать. Понимаете, вот неуважение. Иногда родители нам делают какое-то замечание, а мы там, ай, замолчи, ты ничего не понимаешь, нахамим, нагрубим. И у одного человека спросили, говорит, что бы ты хотел в жизни изменить? Он говорит, я когда-то нахамил отца, он сделал мне правильное замечание, а я его так обрубил, отсек, не лезь не в свое дело. Отец, говорит, завалял неизлечимой болезнью и умер. И я, говорит, все бы отдал для того, чтобы вернуть сейчас эту ситуацию обратно, обнять отца и сказать, папочка, прости меня, я был неправ. Но многих ситуаций не изменить. Родители умирают и уже какие-то, что-то мы не можем поправить. Вы знаете, я верю, что в большинстве случаев Бог нам дал прекрасных родителей. Нам есть чем сравнить, но мне иногда странно смотреть, когда люди там, молодые или немолодые, они строят из себя жертв. Говорят, вот у меня такие родители. Я думаю, какие у тебя родители? У тебя родители христиане. Ты не видел никогда голода. Ты не видел никогда пьянки. Ты никогда не видел дебошей. И строят из себя жертв, что им нужна реабилитация. Помогите мне. Я пережил травму. Я никогда не забуду историю, которая сестра, которая уверовала, рассказывала, какая у нее была мама. Она, говорит, еда есть, пропьется, потом берет последнюю еду, говорит, нажарила сало, вбила последние яйца, съела все. Мы подходим, ей годика четыре, сестричке два. Мамочка, мы хотим кушать. Она, говорит, идите, нет у меня времени, мне надо на работу идти. А кушать хочется. Они ели несколько дней. Я, говорит, постарше, девочка, беру ведро и иду подоить корову. Надоила немножко молока, довольная. А корова раз ногой и развернула это молоко. И мы, говорит, остались без еды. И я сижу, я думаю, знаете, вот все познается в сравнении. Я думаю, как мы грешим, когда не ценим родителей, которым нам дал Бог. Скажите, кто-то из вас переживал то, что пережила эта девочка? Нет. Поэтому урок из этого поблагодари Бога за своих родителей. Не гневи Бога неправильным отношением к своим родителям. Если у тебя еще живые родители, позвони им сегодня и скажи, мама, папа, вы у меня самые лучшие, потому что я не знал никогда нужды. Они из последних сил выбивались, но создавали нам комфортную жизнь, насколько могли. И мы должны это ценить и почитать их за это. Второй пример библейский, он звучит так, что мы иногда думаем, что вот мы растем, развиваемся, и мы умнеем. А родители стареют, и они глупые, они не такие продвинутые, не так все правильно понимают. И смотрите, есть одна библейская история, которая записана в первой книге Царств в 14 главе. Это история Саула и его сына Иоаннафана. История говорит о том, что началась война, филистимляне пришли и пришли большим отрядом к Израилю, подступили. Значит, Библия говорит, что было колесниц 30 тысяч, было конницы 6 тысяч, а пехоты было, как написано, песка на берегу моря, очень много. И в Израиле было с Саулом 2 тысячи, и с Иоаннафаном, его сыном, было тысяча. И надо понимать, что Иоаннафан, он был действительно хороший воин, настолько хороший, что, помните, мы читаем, что он со своим оруженосцем там нанес большое поражение. И в этой войне, в первом сражении, Иоаннафан с небольшой группой, людей нанес серьезное поражение филистимлянам, настолько, что они его испугались, в народ пришло смятение, они начали разбегаться. И богословы говорят, что Иоаннафан, он возглавлял вот спецназ, специальные отборные войска были с ним, специальные люди, которые прекрасно воевали. И я так смотрю, что, может быть, в чем-то он был и лучше отца своего Давида в воинских навыках. И вот мы видим, что, значит, пришло поражение, филистимляне начали разбегаться, и Саул, его логика такая, что он сказал, чтобы никто не ел. Давайте без обедов, своими словами, без перекусов, пока они в смятении, мы нанесем им максимальный урон. Потому что, если мы сейчас сядем кушать, обедать, они разбегутся, да и, знаете, на полный желудок, какая война, нельзя же пообедать там полчаса или час, пока приготовишь, пока сделаешь, все. И он дал такую команду, и народ должен был сражаться. И вот Иоаннафан со своим отрядом приходит в лес, кушать хочется, отец сказал, никому не есть, и люди это понимают, и он видит на поляне мед. Он подходит, берет палкой этот мед, ест, и смотрите, что написано. Первая книга царств, 14 глава, 28 стих. И сказал ему один из народа, говоря, отец твой заклял народ, сказав, проклят, кто сегодня вкусит пищи, от этого народ истомился. И сказал Иоаннафан, слушайте его речь, смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не большее ли было бы поражение филистимленам? То есть он просто пренебрег решением отца, перешагнул через него. И как он еще сказал, смутил отец мой народ. Как молодежь говорит сейчас, ай, батька гонит, родители что-то гонят и не то делают. Смутил. И мы видим, что ага, если тебе можно так, если ты съел, и мы можем есть. То есть он своим пренебрежительным отношением к отцу, к царю, к помазаннику Божью, он подтолкнул народ тоже к непослушанию. И все начали есть, есть с кровью, кушать пищу некошерную из своей добычи. И тем самым они вызвали гнев. В какой-то момент Саул, он же не знает, он вопрошает Господа, идти ли в ночь догонять этих врагов, чтобы еще больше нанести поражение. И Бог молчит. Бог ничего не отвечает. Бог, который вчера говорил и все рассказывал, ободрял их, сегодня Бог молчит. Что делать? Он приходит и вопрошает имя Божье. И спрашивает, кто в этом виноват? Виноват народ или виновата семья? И Господь указывает, народ не виноват, виновата семья. И кожицу слушай, как же так может быть? И вот прочитаем дальше 41-42 стих. И сказал Саул, Господи Божий Израиля, дай знамение. И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда Саул сказал, бросьте жребий между мною и Иоаннафаном, сыном моим. И пал жребий на Иоаннафана. Кажется, слушайте, а что он такого сделал? Ничего. Вроде же, понимаете, и Бог с ним, и что от этого случится, но Бог замолчал. Иногда в жизни Бог молчит. Нет устройства в каких-то сферах, потому что нарушена вот эта заповедь, потому что нет почтения к Отцу. И, конечно, Саул разошелся, говорит, жив Господь, ты должен умереть, но Иоаннафана помиловал народ, потому что он принес народу большую победу. А вы знаете, как говорят, победителей не судят. Но Бог показал, что вот это непочтение, неуважительное отношение к Отцу Богу не нравится. Поэтому, если в нашей жизни, может быть, что-то не получается, или Бог молчит, то, может быть, тоже есть неуважительное отношение и непочтение. Даже если, братья и сестры, кажется, там отец или мать в чем-то неправы, то ты, почитая их, получишь от Бога благословение. А с них Бог спросит за их неправильное поведение. А ты почитай такого, какой Он есть. Следующее местописание. Матфея, пятнадцатая глава, с пятого стиха. Даже можно с третьего стиха. Он же сказал Иисус им в ответ, «Зачем вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитая отца и мать изласовящей отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим». Была заповедь непоколебимая, шестая. И потом люди придумали предание. И Он говорит, что вы заповедь мою, которую дал Бог, устранили преданием, которое придумали люди. Мне очень нравится иллюстрация, которую я когда-то слышал по поводу заповедей наших преданий, что вот есть закон физики, ток электрический, электричество – это закон физики, которую Бог сотворил, эту энергию. И есть такие, где высокая энергия, такие высоковольтные шкафы, и все понимают на столбах большие шкафы. И знаете, там какая эмблема? Не власть убьет череп и кости. И все понимают, что это опасная вообще шутка, влазить туда нельзя. И это закон, закон физики Божией. Что такое предание? Если мы возьмем и на место этой картинки черепа и кости наклеим какую-нибудь красивую картинку, девочка собирает цветы в поле. Красиво, классно. Вот какой будет закон работать? Девочка собирает цветы или будет работать закон физики череп и кости, не власть убьет? Конечно, будет работать закон Божий. Если человек насмотрится на эту картинку, придуманную людьми, влезет в этот шкаф, что будет? Бабах! И может, в галлюцинациях он и увидит девочку с цветами, но мало не покажется от этой энергии. И вот то же самое люди сделали. Как бы можно обойти эту заповедь, вот сделай так, и что они говорили тем самым? Что раньше родителям пенсии не платили, как сейчас. И сейчас есть страны в Азии, где пенсии не платят, страны бывшего Советского Союза. То есть родители тебя растили, а ты должен своих родителей досмотреть. Но что говорили тогда люди? Они говорили, что это же деньги, это же средства, а ты можешь этими деньгами послужить Богу. Принеси в жертву это содержание родителей, и заповедь можешь не исполнять. А что тогда родителям делать? Голодать, умирать, как быть? То есть, братья и сестры, есть почтение к родителям, и есть служение Богу. И одно не отменяет другого. Надо и родителей почитать, помогать им, и надо Богу служить. Но я смотрю, что иногда, знаете, люди, они так увлекаются как бы служением, что можно и забыть про родителей. Я же Богу служу. Так что, сейчас давай маму, папу сдадим в дом престарелых, чтобы не мешали тебе Богу служить, и будешь тогда служить на свободное время. Но так же мы не делаем. Или родители, знаете, мы бываем же на посещениях, встречаемся с разными людьми, и ты смотришь, вроде бы, семья верующая, но родители живут в таком запустении. Просто вот, вот, даже не могу слов подобрать каких. И, а как же вот вы так? Вот. И они начинают мне рассказывать, какие у них в семье служители благословенные. Это то делает, это то делает. Они такие сильные. И у меня в голове не срастается. Я сразу вспоминаю это место. Как же ты служишь Богу, а родители твои остаются в таком пренебрежении, что ни поесть, ни одеться, ни тепла, ни устройства нет элементарного. Кому такое служение нужно? Конечно, тот, кто служит таким родителям, он награды не потеряет, но где твои дети? Я знаю историю, когда абсолютно посторонний человек кормит человека. Он после операции кормит его, ухаживает за ним, а у него детей там. Представляете? Где твои дети? Ну вот Богу служат, им времени нету обо мне заботиться. Ну как так? Это же неправильно. И Иисус говорит об этом, что заповедь, она не отменяется твоим служением. Ты служи Богу, но обязательно, чтобы твои родители были досмотрены. Интересно, когда я такие ситуации вижу, я всегда вспоминаю, знаете, это место Писания о законе сенья и жатвы. Бог сказал, что сенья и жатва не прекратится во все дни. И когда я смотрю на таких стариков, я думаю, вот интересно, или это они пожинают за свое отношение когда-то к своим родителям, или это дети сеют в свое будущее. Знаете, слышал историю, когда сын везет своего отца сдавать в дом престарелых. Знаете, есть дома престарелых, которые, ну, опрятная старость, где там, говорил брат наш, что 1600 в месяц за маму, 1600 за опрятную хорошую старость, да, а можно просто сдать, и она там будет сидеть, понимаете, непонятно, накормленная, помытая, и просто коротать свои дни. И вот ведет сдавать свою, своего отца в дом престарелых, в такой дом престарелых. И ведет, и отец плачет дорогой. И сын спрашивает, говорит, что ты, батька, плачешь? Он говорит, ты знаешь, сынок, что 40 лет назад такой же, этой же дорогой, говорит, я вел своего батьку, говорит, и сегодня прошло время, и ты ведешь меня. Братья и сестры, закон сейни и жатвы никто не отменял. Если мы не почитаем своих родителей, то нас не будут почитать тоже наши дети. Если мы не досмотрим своих родителей, то взрослые люди, то и нас наши дети не досмотрят. И это место, моя проповедь сегодня не только к такому прослойке как бы детей, подростков детей, это и к тем людям, у которых есть пожилые родители, это и к тем людям, у которых есть маленькие дети. Колосином 3 глава, 21 стих, говорит, отцы, не раздражайте детей, чтобы они не унывали. То есть, когда ты детей воспитываешь, ты тоже в них вкладываешь и сеешь. Если ты будешь там тираном и деспотом, то помни, что ты когда-то будешь пожилым человеком, и тебе нужна будет помощь, и окажут ли они тебе ее. Поэтому мы должны понимать, что что мы сеем, то мы и пожнем. Один человек говорил, ну такой богатый человек, известный, и он говорит, я больше всего переживаю, то есть у него детей много, и я, говорит, больше всего переживаю, чтобы мне, говорит, после смерти поставили памятник на кладбище. Говорит, я не сомневаюсь, что они разделят мое имущество, разделят поровну правильно, но вот я сомневаюсь, что кто же мне поставит памятник, что может моя могилка оказаться без памятника, неухоженной. И у меня тогда вопрос к такому папе. Папа, может быть, надо пересмотреть свое отношение, пока ты живой, может можно что-то исправить, чтобы ты спокойно умирал и понимал, что, во-первых, за тобой досмотрят при жизни и после жизни там сделают все как нужно, что пока не поздно, нужно же что-то исправить. И по роду своей работы я бываю в разных квартирах, и бывает однокомнатная квартира, живет семья, муж-жена, девочка-мальчик в однокомнатной квартире, и пожилой папа. Я говорю, а вы здесь что делаете? И папа не просто, знаете, как кот или собачка где-то под кроватью, его не видно. У папы есть место свое, да, тесно, но у папы есть место. И папа ходит там как герой, грудь расправивший. Я говорю, что вы здесь делаете? Он говорит, я заболел, говорит, мне тяжело жить одному, и это дочка моя. Она меня забрала к себе, она меня не оставила. Я так смотрю, думаю, какая же ты благословенная, что ты даже через в неудобных этих обстоятельствах ты смотришь за своим отцом. Какая у тебя будет прекрасная старость. Я смотрю свое наблюдение, что девочки никогда не оставляют отцов. Вот где я вижу пожилого человека, это дочка. И помню, моя жена забеременела, мы не знали, кто будет, и она говорит, а кого бы ты хотел? Я говорю, хотел бы дочку, говорю, а если вторую? Я говорю, дочку бы хотел тоже. Слава Богу. И вы знаете, пример хороших отношений к своим родителям, это, конечно, наш Господь Иисус. Написано, что Он был послушен Небесному Отцу и был послушен до смерти и смерти крестной. Мы читаем в Евангелии от Луки во второй главе, как Он потерялся, родители шли, думали, Он где-то рядом, оглянулись, Его нет. Вернулись назад, нашли Его, наверное, побеседовали с Ним и написано, что Луки 2,51 и был в повиновении у них, то есть Он был послушен своим земным родителям. И самый интересный момент, который мне нравится, он записан Иоанна, 19 глава, 26 стихом, когда Господь Иисус висит на Голговском кресте. Кажется, Он занят служением, о чем мы говорили, «У меня служение, я умираю, я мир спасаю, и мне точно не до ваших земных забот». Но Иисус даже в боли, в мучениях, в агонии, Он помнил о своей маме. Он с Голговского креста с места мучений увидел свою маму, увидел ученика Иоанна и говорит ему, «Это твоя мать». А матери говорит, «Это твой сын». Посмотрите, какой прекрасный пример и урок для всех нас. И последняя история притчи, 20 глава, 20 стих говорит, «Кто злословит отца и мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». То есть, если ты восстаешь на своих родителей, то Библия говорит, что ты плохо закончишь, твой светильник погаснет. И если дети восставали на своих родителей по разным причинам, то давайте прочтем, что с ними делали. Это второзаконие. Второзаконие, 21 глава, с 18 стиха. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Если дети восставали на своих родителей, то была очень четкая процедура, что нужно сделать, вплоть до того, что камнями побить. Если человек буйный, ругается, как и в наше время, ругается, обижает маму, папу, еще и не работает, на шее сидит, еще и выпивает, и с дома тянет, вы ему скажите, что если бы ты жил в то время, тебя бы уже давно в живых не было. Притча 13, 24 говорит, что кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына своего. То есть Библия говорит, что когда-то наказывали. Но я смотрю, что в последнее время, в которое мы живем, появилось такое понятие, как ювенальная юстиция. То есть это современное детское правосудие. И вот ювенальный суд исходит из того, что преступление, совершенное ребенком, не его вина, а его беда. Поэтому вроде как, если дети что-то неправильно делают, то они как бы и не виноваты. Виноваты все. Виновата общество, виноваты родители, но дети не виноваты. И вот дети растут в этом понимании, костенеют в нем, как в Америке. Если ребенок неправильно себя ведет, там шлепни его. Кто-то увидит, услышит, как он кричит, да, истерики закатывает. Все, полиция приедет, наручники наденет. Но раньше так не было, братья и сестры. И когда говорят, что во всем родители виноваты, я не соглашусь. Потому что есть ответственность на родителей, которую с них никто не снимает, но есть ответственность и на детях. То есть они тоже ответят за свое непослушание. И даже когда мы смотрим, на земле было всего четыре человека. Помните? Адам, Ева, их дети, Кайнавель. Не было ни компаний плохих, которые могли бы совратить этих детей. Было воспитание. Всех одинаково кормили, воспитывали. И смотрите, один вырастает и делает все правильно, и Бог принимает жертву. Второй вырастает таким, который убивает брата своего. Скажите, кто виноват? Никого нет. Четыре человека на земле. Один вырастает таким, другой вырастает таким. Поэтому что я хочу сказать? Есть, безусловно, ответственность родителей, но есть и ответственность детей за их выбор. И мы не можем всегда и во всем винить родителей. Я все это подвожу к истории Давида и его сына Авесолома. Помните? Давид и Авесолом. Мы вообще, когда читаем Библию, мы должны себя как-то с кем-то ассоциировать. Кто я в этой истории? Когда помните, Давид и Саул. Кто я? Конечно, я Давид. Я хороший. Если Давид и Голиаф. Кто я? Конечно, я Давид. Я хороший. А вот в этой истории Давид и Авесолом. Кто я? Вы не думали никогда об этой истории? Я смотрю, конечно, ювенальная юстиция делает виноватым кого? Давида. Давид виноват. Он не прав. И мы читаем, что произошло в этой истории. Второе царство, 13 глава, как его сын старший, Амнон, при помощи своего племянника, Янадава, сделали так, что его дочка, которую звали Фомарь, оказалась в покоях этого старшего сына. И он сделал с ней бесчестие. Дочка, значит, не одела этих своих царских одежд, когда выходила. И все, кто видели ее, как она плакала, и шла такая, только в этой исподней рубашке, все видели, что произошло беззаконие. И вот, знаете, вопрос, как поступить Давиду? Как нужно поступить правильно? И мы, знаете, иногда ошибаемся, когда мы читаем Библию нашей славянской ментальностью. Когда люди говорят, ну, понятно, что Мария и Иосиф были евреи, но Иисус-то наш, русской. Наш, русской. Но я хочу вам сказать, братья и сестры, что Иисус не русской, и не белорусский, и не украинский. Иисус Христос еврей. Библию написали евреи. И есть традиции еврейские. И когда мы смотрим на эту историю, на нее, конечно, мы смотрим, как нам виднее. Но есть другая сторона этой истории. Конечно, сын совершил беззаконие. И по-нашему кажется, что, ну, что с ним сделать должен был Давид? Казнить? Так, да не так. Потому что Фомарь, она была сама гесурянка. То есть, она не была еврейкой. Потому что еврейство по матери. Давид женился на гесурской принцессе. И поэтому, если бы Фомарь была еврейка, можно было бы и нужно было бы предать смертной казни. Но она не еврейка. Как эту ситуацию исправить? Можно было бы сделать так, чтобы она приняла ги-юр. Ги-юр – это когда не еврей или человек какой-то другой веры и религии принимает иудаизм. И тогда она еврейка. Их могли бы поженить. Что было до еврейства, это не важно. Но сейчас ты еврейка, ты новый человек, можно было бы поженить. Но Амнон ее возненавидел. И он ее не любит. Он добился своего и не хочет. И что делать? Как Давиду поступить? Что убить? Повесить этого сына? Ведь он тоже его сын. Что делать? И вы знаете, проходит время, прошло какое-то время, и знаете, Давид, ему было больно на это смотреть. Это неправильно было. Но как поступить в этой ситуации? Мы бы, конечно, насоветовали, сказали бы там повесить одного и другого. Но это же не наш сын, это же не наша семья. Нам всегда легко давать советы, когда это нас не касается. И Давид никак не отреагировал. И Авесолома, сына, это очень сильно возмутило. Почему? У нас всегда есть очень много к людям вопросов. Почему? 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 И вместо того, что если отец к тебе не подходит, ты подойди к отцу, спроси. Папа, почему? Я не понимаю. Точно так же, братья и сестры, в церкви в нашей, если вы что-то не понимаете, не надо ходить и думать в думках. Есть братья, есть служители, подойдите и спросите. Вам что-то непонятно, не объяснили, подойдите и не додумывайте сами. Служители всегда вам объяснят, что, как и почему. Но Авесолом не подошел к отцу, Давид не подошел к нему. И мы видим, что история развивается так, что он убивает старшего сына Давида, Амнона, и убегает в Гесур к своему деду. И там живет какое-то время, три года. Потом министр обороны Давида, его племянник Иоав, помогает ему вернуться назад. Он возвращается, и отец, как бы, его к себе не приближает. И он, значит, сидит там, у деда было хорошо, делал, что хотел там, понимаете, весь мир перед ним. А у отца тут, как бы, он сидел в какой-то определенной изоляции. И что он делает? Тот человек, Иоав, который помог ему вернуться, как он его вызывает? Он поджег его поле, сгорает поле. Слушайте, ты вообще, что делаешь? Человек, который тебе помог вернуться, ты палишь его поле. И он на этом не остановился. И мы смотрим, что в нем возникает мятеж против его отца. Но казалось бы, Авесолом, остановись, ты уже сделал справедливость, как ты считал, ты уже приказал своим слугам, они убили этого виновника, Амнона. Остановись, зачем ты восстаешь против отца? Но богословы говорят, что этот мальчик, мужчина, Авесолом был очень красивый, талантливый, умный, смышленный, и Давид его очень сильно любил. И он начинает восставать на своего отца. Он, значит, заводит колесницы свои, заводит скороходов, люди, которые приходят к царю на суд, он их там встречает, приветствует, вас там некому выслушать, и поднимает восстание против своего отца. Говорят, что в момент этого восстания Давиду было 67 лет, тоже пожилой человек, Авесолому было 37 лет. и он поднимает на своего отца восстание. Все закручивается так, что он переспал с наложницами отца, осквернил, и кажется, остановись. Всегда есть возможность остановиться, и он переходит какую-то черту и идет дальше. И возникает гражданская война. Возникает гражданская война, в которой погибает 20 тысяч человек. Представьте, 20 тысяч человек. Из-за кого? 20 тысяч человек. Представьте, что в основном это мужчины, воины. У каждого мужчины, наверное, была жена, наверное, были дети и не один. И представьте, 20 тысяч павших воинов, 20 тысяч, как минимум, сирот, 20 тысяч вдов. Из-за кого? Из-за человека, который не мог вовремя остановиться. И он, получается так, что он скакал на муле, заскочил в лес. У него была такая шевелюра, когда он стригся, она была около трех килограмм вес, вес волос. Он цепляется за дерево, повисает, и Иоав, вот этот вот министр обороны, он приказывает его убить. Что по законам военного времени, если бы его взяли живым, то его бы однозначно приговорили бы к смерти. Потому что восстание, это однозначно смерть. И знаете, кто возглавляет военный трибунал в военное время? Министр обороны. То есть Иоав сделал то, что он бы сделал потом, просто пока без разрешения отца. И посмотрите, как свою жизнь закончил Авесолом. Вторая книга царств, 18 глава, 15-17 стих. И окружили Авесолома десять отроков оруженосцев Иоава, и поразили, и умертвили его, и затрубил трубою Иоав, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авесолома, и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней, и все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. Что сделали народ? Они сделали после смерти с ним то, что они должны были сделать при жизни. Мы читали местописание, что если он буйный, если возмутился и поднялся против своих родителей, привести и побить камнями. И народ что сделал после смерти? Набросал его камнями. И есть предание, что они не просто набросали на нем груду камней, но они еще поставили над ним, над этими камнями надпись, табличку «Пусть будет проклят тот, кто восстает против своих родителей». Братья и сестры, эта история, если мы на нее посмотрим с другой стороны, она учит нас тому, что не восставай на своих родителей. Ты плохо закончишь. Если ты восстаешь, как мы читали, то твой светильник погаснет рано или поздно. Знаете, как мы можем восставать на своих родителей? К этому пастору приходит сестра и говорит, пастор, помолись, говорит, я хочу на маму в суд подать, немножко у нее квартиру отсудить. Вы представляете? Подать в суд на маму, чтобы отсудить у нее квартиру. И он говорит, я за тебя даже молиться не буду. Если ты так сделаешь, ты отсудишь квартиру, но ты восстаешь на родителей, ты проклятие на свою голову соберешь. Остановись, мать эту квартиру получила, пусть она поживет спокойно и доживет в этой квартире, но ты будешь благословенный. Или когда я слышу такие истории, знаете, в разных церквях, когда подают нужды, помолитесь там за маму, нет мира. И я так думаю, слушай, вот жила мама своей жизнью в своей квартире, которую она получила законно, к ней пришли ее дети, зять там, обычно у зятьев есть проблемы, зять пришел, зять молодец, Господь благословил, много детей сделал, пришел к маме в квартиру и начинает командовать мамой, начинает на территории мамы восставать и говорить, тут так не так, это не так, это не так. Это что, братья и сестры? Это восстание на родителей. Это мамина квартира, она ее работала, она ее получила. А если ты пришел сюда, то будь добр, подчиняйся каким-то правилам. Мой один знакомый, когда строился, он долгое время жил в однокомнатной квартире со своей тещей. Я спрашиваю, у него детей, может, трое было, жена, однокомнатная квартира и с тещей. Я говорю, может быть, надо снять. Он говорит, я снимать не хочу, снимать дорого, я лучше вот эту оплату квартиры, там, 300-400 долларов буду вкладывать в дом, быстрее построюсь и уеду. Я говорю, как вы живете? Он говорит, я смиряюсь. Это иногда полезно. Он не командует в маминой квартире и не выделяет ей место, да, и не жалуется пастырю, помолитесь за мою тещу. Он смиряется, потому что это почтение и это уважение к матери. И заканчивая свое слово, апостол Павел пишет послание к римлянам и говорит, что в последнее время будут непослушны родителям. Одна из категорий людей, да, характеристик. К Тимофею он пишет, что в последнее время будут родителям непокорны. Но мы не такие, братья и сестры. Это не про нас. Когда я проповедовал и говорил о непослушании Авесолома, то интересно, как будто бы у Давида погибает Амнон, потому что он, понятно, что такой человек не может быть царем. И Бог как бы его убирает. После него был талантливый, прекрасный, умный Авесолом. Но он восстал на родителей и тоже уходит с претендентов на царя. Потом была Дония, он тоже восстал на отца, когда потребовал его вот эту вот служанку, наложницу Авесагу. Так тоже нельзя было делать. И он тоже уходит. И знаете, к кому приходит царство? К Соломону. И когда Бог вот выкристаллизовывает и лишних убирает, я верю, что царство пришло к тому человеку. И мне так нравится, когда он только зашел на царство, а богословы говорят, что ему всего лишь было 12-13 лет. Представляете? Молодой мальчик. Поэтому Давид выступал, вышел, когда его рукоположили, и сказал, поддержите моего сына. Отрок еще молод. И это был не 30-летний мужик, это был 12-летний мальчик. И посмотрите, он молодой, он только начинает свое царство. И смотрите фрагмент. Третье царство, вторая глава, 19 стих. К нему приходит мама, он уже царь. И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал пред нею и поклонился ей. И сел на престоле своем. Поставили престол и для матери его. И она села по правую руку его. Кажется, зачем ты это делаешь? Зачем это? Но вот в этом выражается почтение. Встал, почтил, поставил ей трон. Я верю, что Господь, когда ставит, Он не ошибается. Поэтому хотел бы призвать братья и сестры, чтобы и мы успели почтить наших родителей. Они для нас столько сделали доброго, столько сделали хорошего, и они достойны почтения. Иногда родителям, когда они стареют, им так мало надо. Как помните, Исаак говорит, приготовь кушанье, которое мне нравится, и я тебя, чтобы тебя благословила душа моя. Есть благословение дежурное, молитва, да, 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 А есть от души. Когда вот угодили, он пошел там, не он, правда, пошел, поймал, там, взял этого ягненка, там, приготовил его прекрасно. Хотя отец любил дичь с поля, так все сделал, отец накушался, сидит такой довольный, такой счастливый, и благословляет своего сына. Иногда так мало надо. Когда едешь к родителям, купи что-то вкусненькое. Я вспоминаю, свою мать, она когда-то заболела и пережила серьезную операцию, и после этой операции она уже не смогла работать. И при всем том, что она была инвалид, да, и осталась одна, без мужа, как-то она умудрялась меня одевать, обувать, все давать, и время было тяжелое. И вот она там раз где-то шоколадку достала вкусную, я открыла мне, говорит, ешь. Ну, я, конечно, говорю, мама, на и тебе. И ты ешь, почему ты не ешь? Она мне говорит, ты знаешь, говорит, я не люблю шоколадку вообще, мне так не нравится. А я малой сижу думаю, вот мама странная, такая вкусная шоколадка, она ее не любит. И потом я вырос, и я понял, думаю, она любила, ну, просто как нормальная любая мама, она последнее отдает для своего сына. Лишь бы ты наелся, лишь бы тебе было хорошо, и представьте, они столько сделали для нас, а успели ли мы почти идти их? А что мы сделали для них? И когда приезжал, ей так мало надо купить рыбы определенной, и она ест, она такая счастливая, такая довольная, а для нас ведь это такая мелочь. Поэтому давайте успеем почтить своих родителей. Аминь. Помолимся Господу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok